Книга Диккенса, мы скажем «Диккенсизбук», да, хотя он тоже заканчивается на «с», мы поставили тоже апостроф и «с», но прочитали «Диккенсизбук», для того, чтобы было понятно, что она ему принадлежит. Без этого будет непонятно. Так, и еще, как показать принадлежность, этот способ более приятен нам русским. Почему? Когда мы по-русски говорим «машина моей мамы», сначала у нас идет машина, потом моя, потом мама, то есть мы делаем не «моей мамы машина», а «машина моей мамы», то есть у нас порядок слов другой. Почему? Потому что слов, отвечая на вопрос «чей» в русском языке очень мало, мамин, папин, дядин, тетин, бабушкин, дедушкин, дочкин и некоторые имена, и то не все. Например, если мы возьмем имя Макс, ну Макса можно, а вот Максим, Максима это уже кого, чего, это не чей, таких форм очень мало. Мы можем, конечно, какие-то формы исказить, но это будет неправильно, если мы скажем «это Максимова машина», это неправильный русский язык. И, соответственно, русские люди избегают этого способа, потому что порядок слов у нас другой, и русским людям более приятен порядок слов через предлог of. Когда мы говорим какое-то существительное, of – другое существительное, и при этом у нас принадлежность идет, вот здесь у нас принадлежность шла вот этому человеку, эта вещь принадлежит вот этому человеку, а здесь вот так, то есть машина of my mum, the car of my mum. При помощи предлога мы тоже так можем показать. Почему этот способ не приветствуется во всех случаях? Потому что очень часто нужно показывать принадлежность этому, 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 и получается вот это вот of, 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 of несколько раз, и собеседник теряется, что кому принадлежит. Поэтому если у вас, например, имя бабушки моего друга, то два раза апостолов и с нельзя употребить, тогда теряем, кто кому принадлежит, и два раза of, да, то есть получается the name of my friend's grandmother, один такой способ, один такой способ, чтобы не делать сплошные апострофы, если чтобы не делать сплошной of, если мы будем говорить the name of my, the name of the grandmother, of my friend, там тоже получается очень громоздкая конструкция. Все это, вот это все маленькие такие вещички, которые нужно отрабатывать. Если вы приходите к нам на курс, это все отрабатывается с самого начала. 0, beginner, elementary, это все отрабатывается, и вы будете делать на этом паттерны. Так, внимательно посмотрели на майндкарту, что где находится. Два ответвления, три ответвления, просто слово, слово, заканчивающееся на S, и множественное число, заканчивающееся на S. Давайте сделаем еще один момент, если слово не заканчивается на S. Например, дети, children, не заканчивается на S. Как показать, что это детям принадлежит? Поставили апостроф и S, чтобы было слышно их принадлежность, вернее, им принадлежность, children. Так, закрываем майндкарту, вспоминаем. Для того, чтобы образовать чей, сколько путей? Два. Да. Правый путь шел через что? Через of. Левый путь шел через апостроф и S. Апостроф и S имеет два особенных способа, и один простой, когда мы просто добавили апостроф и S, просто слово. И два особенных момента, которые нужно помнить, если слово во множественном числе заканчивается на S, что мы делаем? Только апостроф. Да. И ничего больше не делаем. Да. И на слух мы просто по контексту поймем, что после parents стоит какое-то существительное, соответственно, именно этот предмет, который обозначен существительным, принадлежит родителям. По порядку слов мы поймем. И если слово во множественном числе, но не заканчивается на S, то мы добавляем апостроф и S. Да. Так. И возвращаемся к нашим баранам. Все, что нужно было знать про существительное, все мы уже с вами и разобрали. Вот это все, что вам нужно знать про существительное. Как сделать чей и как сделать множественное число. Больше у него никаких особенностей нет, как у части речи. То есть мы с вами уже пошли по частям речи. Дальше пошли местоимения. Местоимения, которые могут быть подлежащим. Вообще, кто такие местоимения? Это служебная часть речи, которая заменяет существительное, чтобы его не повторять. Это я, ты, он, она, мы, они, вы. И от них есть производные, они тоже будут называться местоимениями. Сейчас мы напишем я, ты, о, я, он, она, ты, мы, они. Вот эти местоимения и it могут быть подлежащим. Про местоимения отдельная скорбная песня будет пропета. Для того, чтобы с ними разобраться, нужно много деталей. Вот эти темы, они очень-очень детальные. И сейчас мы с вами добиваемся только понимания. Мы с вами сейчас не добиваемся полного заучивания. Чтобы выучить вот эти местоимения, если вы их не знаете, нужна специальная тренировка. У вас не получится вот так вот. Вы посмотрели и все сразу запомнили. Для того, чтобы выдать их или там, если чей, например, их, наш, нужно тренироваться. А просто так сходу вы не выдадите. Обычно люди знают я, он, она, ты. Мы, они уже, бывает, плывет у многих на уровне beginner. А наш и их, это уже только на уровне elementary люди знают. На уровне beginner люди не знают. Бывают и на уровне elementary приходят, в принципе, говорят хорошо, но вот в таких вот местах плывут. Вот прямо в самой базе. Вот очень часто бывает, что человек с уровнем pre-intermediate приходит к нам. Время он приходит с уровнем вроде как intermediate, но он тянет только на pre-intermediate, именно потому что у него в базе вот такие серьезные пробелы. Поехали дальше. Значит, вот эти местоимения, то есть могут быть подлежащим. Про местоимения отдельно еще говорим. И словосочетания. Словосочетания могут быть трех видов. Это местоимения, отвечающие на вопрос чей и существительное. Например, my, his, her. Эти местоимения, сейчас будем разбирать все. Местоимения этот, тот, можете по-русски писать, и существительное. Этот, тот, эти, те, и существительное. То есть эти кружки, те лампочки, этот человек, та девушка. Вот это все тоже будет использоваться в качестве подлежащего. Это словосочетание. Следующее, последнее словосочетание. Это когда мы берем существительное, отвечающее на вопрос чей. Местоимение, отвечающее на вопрос чей. И существительное. Это то самое, что было, например, my parents' car, my mom's car и так далее. Я пишу пример. Сейчас разберемся с местоимениями. В принципе, здесь уже будет понятно, что к чему. Что здесь образовывается. Так. Ну-с, убираю my parents' car. По центру у нас было, что написано? Подлежащее. Вверх уходило существительное. Влево сюда уходило местоимение. Вправо уходило словосочетание. Так. И я вижу, что некоторые люди какую-то часть, видимо, упустили и сейчас поплыли. Поэтому смотрим еще раз. Существительное, множественное число и чей. Местоимение, только сами местоимения. Словосочетание. Три вида словосочетаний. Поехали еще раз. Так. У нас там было в серединке подлежащее. Существительное. Сколько от существительного правил? Два. Здесь у нас множественное. Здесь чей. Так. Сюда местоимение. И сюда словосочетание. Сколько словосочетаний видов? Три. Первое – это мой и его, и существительное. Потом это тот – существительное. И словосочетание типа машина моей мамы. My mom's car. Все, что вам нужно знать про подлежащее. Теперь поехали. Делаем. Ох, сколько мы всего уже исписали-то сами. Так. Делаем майндкарту на местоимение, я думаю. Да, местоимение. Майндкарту на местоимение достаточно обширная такая штука. Некоторые люди даже не знают, что вот эти слова называются местоимениями. В принципе, это не надо. Значит, что мы сейчас будем делать? Майндкарту на местоимение будем делать в два этапа. Первый этап – это вот местоимение 1, да, и второй этап – местоимение 2. То есть можно их соединить в одно, можно разъединить. Но чтобы она не была совсем громоздкая, потому что там 1 у нас будет 4 ответвления и 2, а у нас тоже, по-моему, там 4 ответвления, сейчас буду писать, вспомню. Поэтому 8 ответвлений от одного центрального элемента – это чересчур очень трудно запоминать. Даже если мы его сделаем разными цветами, все равно это будет громоздко. Вот когда вы уже выучите это все, и вы сможете это сложить, тогда понятно. А, да, ну тогда, конечно, понятно. Но тогда вам и любая табличка будет понятна, когда вы уже все выучите. А сейчас на этапе понимания нам нужны только самые базовые вещи. Итак, местоимение 1 нужно всем. Местоимение 2 нужно тем, кто, скажем, язык уже более или менее знает. А не только может сказать «май лим из Вася». Итак, поехали. Местоимение 1. Это не означает, что те, кто умеет сказать только «май лим из Вася», не надо вам местоимение 2. Но, скажем так, не накладывайте на себя большую ответственность за этот курс, нежели вы можете на себя взять. Как говорится, сомбреро должно быть по Хуану, поэтому по Сеньке шапка, и поэтому все, каждый на себя примеряйте, насколько быстро вы начнете применять это в реальной жизни. Итак, поехали по местоимениям. Вот местоимение 1 – это все те, которые относятся к «я», «ты», «он», «она» и их производные. Значит, есть те, которые отвечают на вопрос «кто» или «что». Для продвинутых они называются «личные». Те, которые отвечают на вопрос «кто» и «что», мы с вами сейчас их уже называли. Это «я», «он», «она», «оно». И это было единственное число. И множественное число – это «мы», «они» и «ты», «вы». Для тех, кто не знает «you» – всегда множественное число. Однажды у них было когда-то давно слово «they», что означало «ты». До сих пор в молитвах они к Богу обращаются на «ты». Потом выпало из обращения, и на сегодняшний день осталось только «вы» – вежливое обращение, и «вы все». Поэтому оно сочетается всегда с глаголом «во множественном числе». То есть они друг к другу не тыкают, они друг к другу выкают. Но при этом вот эта вежливость, она давным-давно стерлась. Обращаясь друг к другу «you», они такую вот какую-то промежуточную вещь сделали. И «you» с большой буквы никогда они не пишут, только в русском языке. Только если в официальной переписке «вы» и «мы», то есть мы все вместе, мы с вами, «you» и «we» – они могут написать «you» с большой буквы, но это тоже, как правило, не британцы, не американцы, то есть не носители языка это делают. Дальше поехали. Значит, есть кто и что, от них есть производные, которые отвечают на вопрос «чей». То же самое, единственное и множественное число. В единственном числе это «мой». Так, не тот цвет. «Май», «his», «her» и «its». И множественное число это «наш», «our», «их», «their» и «твой», «ваш», «your». Вот эти местоимения используются.